Политические амбиции. Оппозиционер Мухтар Аблязов считает, что Казахстан созрел для серьезных политических перемен. Эксклюзивное интервью «Настоящее время Азия». Основная масса людей, собственно, сама даже политическая элита, они понимают преступный характер действующей власти. Казахстанский оппозиционный политик Мухтар Аблязов призывает вступать в общегражданское движение «Демократический выбор Казахстана» – ДВК. О его создании Аблязов заявил на прошлой неделе в своем онлайн-выступлении в социальных сетях. Напомним, оппозиционер в конце прошлого года был освобожден из французской тюрьмы по решению Госсовета Франции, который признал все предъявленные казахстанскими властями обвинения Аблязову политически мотивированными. В своем онлайн-выступлении Мухтар Аблязов рассказал о целях и задачах ДВК. Реакция на его слова была неоднозначной. В частности, одним из самых задаваемых вопросов стал вопрос, каким образом ему удастся принять участие в активной политической жизни Казахстана, находясь за пределами страны. Мы связались с Аблязовым и попросили его лично ответить на этот и другие вопросы. Мухтар, здравствуйте. Вы были основателем оппозиционной народной партии ДВК, которую власти Казахстана запретили в 2005-м, спустя год после ее регистрации. Вы сейчас говорите о воссоздании старой партии или о создании нового движения? Здесь, видите, это вопрос, наверное, больше игры слов, потому что ДВК как организация общественного движения в Казахстане запрещена. Затем была в конце 2004 года запрещена партия, и затем был принят закон, который вообще запрещает использовать аббревиатуру типа ДВК. Потому что это было, как по мнению властей, экстремистской организации. Это, собственно, было решение конца 2004 года и начало 2005 года апелляционный суд Казахстана. Он принял такое решение. Поэтому в 2005 году был создан оргкомитет по созданию ОЛГА ДВК, и когда этот закон заработал, что даже аббревиатуру нельзя использовать, слово ДВК, такое изощренное, осталась партия ОЛГА, которая, в конце концов, власть не зарегистрировала. Сейчас речь идет о создании нового общегражданского движения «Демократический выбор Казахстана». Это, во-первых, это то есть новая организация. Во-вторых, если посмотреть платформу, безусловно, основные идеи, которые были заложены в первом движении ДВК, они остались, но они дополнены существенным образом. И более того, программа, которая будет опубликована в ближайшие несколько недель, она будет шире, чем то, что было объявлено еще при первом создании «Демократический выбор Казахстана». То есть, фактически, это новая организация. Просто я, как один из основателей этого общегражданского движения «ДВК», являюсь тоже, скажем, основателем. Поэтому, ну, наверное, нужно правильно, точнее, будет говорить, что это новая организация. В Казахстане прозвучали мнения, что создание общегражданского движения «ДВК» стало вашей единоличной инициативой. Так ли это? Или ваши сторонники подтолкнули вас к этому решению? По организации «Дем выбора Казахстана», нового движения, я думал давно, находясь еще в тюрьме. И когда вышел 9 декабря из тюрьмы, я начал вести переговоры с активистами, которые остались, которые хотят бороться с режимом. И в том числе с теми, кто участвовал в создании первого ДВК, второго ДВК, партии «АЛГА». Мы, наверное, месяца два обсуждали программы, документы. Мы спорили, какая должна быть платформа. И поэтому это заблуждение, что это создал один человек, было личное решение. Это было бы, конечно, ну, скажем, странно, потому что я собираюсь опираться на огромное количество тех людей, которые заинтересованы в смене режима, поддерживают платформу, а эта платформа, она должна предварительно обсуждаться. Поэтому это не так. Вы сейчас можете назвать имена ваших соратников? Я сейчас не готов это сделать, хотя мои соратники объявили, что они готовы публично выступать. Но я думаю, лучше было, чтобы они это сделали сами, выйдя на пресс-конференцию, объявили об этом. Вы находитесь за границей, а люди, которых вы зовете за собой, живут в Казахстане. Вы понимаете, что им угрожают репрессии? На самом деле я, безусловно, все это понимаю и понимаю те люди, которые собираются публично выйти и объявить, что они будут являться членами общегражданского движения Демвыбор Казахстана. Кто боится, тот может не участвовать. Есть люди, которые хотят участвовать в этом более скрыто. У нас такая возможность будет. активисты, которые не хотят публично себя позиционировать как члены общегражданского движения Демвыбор Казахстана. То есть у нас будет разная возможность. Будут люди, которые готовы открыто и публично выходить, и те, кто будут более скрыто участвовать в этом. У меня позиция очень простая. Не может быть того, чтобы вся страна была запугана, боялась и не хотела бы сменить режим. То если бы это было так, то в мире режимы никогда бы не падали, не менялись бы. Поэтому это выбор людей. Когда мне говорят, что я сижу из-за рубежа и призываю, я надеюсь, все, кто знает мою биографию, знают, что я стоял в первых рядах, которые принимал удары. Это было и в 2001-2002 годах, когда я не прятался, попал в тюрьму и прошел все способы давления режима. Это было и позже. То есть я прошел все. Поэтому никто меня не может упрекнуть, что я где-то в кустах прячусь и за угла что-то выкрикиваю. Мухтар, вы открыто заявляете о целях и задачах движения ДВК. В частности, о вашем намерении стать премьер-министром Казахстана. Но последние 15 лет показали, что ваша оппозиционная деятельность не дала тех результатов, на которые вы рассчитывали. Какие гарантии вы можете дать, что те реформы, о которых вы заявляете сейчас, будут реализованы? Когда само общество проводит реформы снизу вверх, тогда общество гражданское готово, оно поддавливает политическую элиту. Более того, оно ее меняет, переизбирает. Тогда реформы имеют, собственно, сам необратимый характер. Они устойчивы. И тогда, когда вы говорите о гарантиях, их не нужно ни у кого спрашивать, потому что все будет очень просто. Если реформы идут снизу вверх, когда общество поддавливает, то те, кто находятся у власти, если они не выполняют своих обещаний, то народ просто их переизбирает, отзывает, выгоняет, увольняет. Это самый правильный способ реформ. Все эти 15 лет, которые мы находились в оппозиции, и нас, таких людей, очень много было. Кто попал в тюрьму? Кого убили? Но я считаю, что все эти люди сделали огромный вклад, чтобы сознание людей поменялось. А именно, основная масса людей, собственно, сама даже политическая элита, они понимают преступный характер действующей власти. Это коррупционеры, это мафиозный режим, который убивает, грабит, не дает людям дышать. Нет никаких самых исполнения элементарных гражданских свобод. То есть я не могу сказать, что мы 15 лет безуспешно бились головой об стенку. Нет, шло созревание общества. И сейчас этот процесс ускоренно формируется. Сейчас я вижу, что сознание стало тотальным. Мне пишут тактисты, бульдозристы, очень простые люди, матери, у которых 7 детей, рассказывают о своих проблемах. То есть я понимаю, что сознание людей, оно сейчас очень серьезно изменилось. И основная масса людей понимает, что эта власть не должна быть. Спасибо, Мухтар.